итак ребята это с вами позитив кэш как правильно настроить 144 герцовый монитор правильная настройка но здесь есть некоторые нюансы по настройке монитора 144 герц потому что у всех разный монитор на у кого-то 2к у кого-то 4к расширения и у всех 144 герц но есть общие настройки которые будут вам очень полезны и применить их для правильной настройки монитора 144 герца после того как вы установили купили монитор ну естественно что вы сделали обновили дрова то есть здесь можно как в панели нажать поиск диспетчер устройств в новой версии windows видите как диспетчер устройства заходите в мониторы здесь вы у вас будет planet play and play мониторы правой кнопкой обновить дрова если у вас диск с дровами есть устанавливайте диск указывайте найти драйвера на этом компьютере выбираете так сказать показывать ему обновить драйвера автоматически поиски или поиск центре обновления но в любом случае нажимаете свойства драйвер и здесь вы обновляете его через вот указывать ему здесь например dvd диск или он автоматически у вас подкачивают стоить здесь если у вас интернет есть через интернет у нас автоматически подходясь уста на ли дрова обязательно дрова поставили дрова всем монитор правой кнопкой диспетчер устройства что не дрова перезагрузили компьютер все у вас удивить два название вашего монитора обязательно или правой кнопкой мышкой потом смотрит панель управления ведь у вас здесь play у вас здесь определился 2к рекомендуется альбомная листаем вниз параметры дисплея вот у вас дисплей вашу действие обязательно определился все монитор у вас определился дальше как правильно настроить то есть оптимальный оптимальный вариант дальше мы выводим нажимаем на самом мониторе правой кнопкой панель управления от nvidia у вас открывается вот такая вот функция в самом верху регулировка параметра цвета для давайте я вам раскрою регулировка параметра цвета для видео здесь появляется ваш монитор ну вот у меня samsung 144 герц у вас свой здесь нажимаем вкладку с настройками от nvidia вкладку дополнительно и нажимаем полную вас скорее всего будут ограничены нажимаем полный нажимаем полный нажали полный и вот здесь эту кнопку применить но можно пока оставить вот здесь вы читаете все описание есть полный дальше теперь смотрим на функцию изменить разрешение дисплей изменение разрешения здесь опять отображается вас ваш монитор здесь проверяйте что вот вы например купили вот я например купил монитор samsung у него подключен но дисплей порт проверяйте дисплей порт дисплей порт настольного компьютера частота обновления у вас здесь проверять 144 герца здесь 2к вот у меня 2к то есть я монитор покупал 2к здесь 144 герца еще что забыл перед этим когда вот нажимать правой кнопкой параметры экрана вернемся параметры экрана здесь на заходите вот ваш дисплей если есть поддержка hdr включаете ее нажимаете дополнительно параметры дисплея здесь у вас свойства видео адаптера для дисплея вот у вас здесь монитор это он подключен к nvidia geforce rtx 2080 а у вас будет здесь отображена свои видеокарточек нажимаете монитор выбираете здесь 144 герца применить окей сделали теперь возвращаемся к панели управления то есть вот здесь вы где измерение изменение разрешения здесь у вас 144 герц 2к у вас может быть не 2к у вас например монитор может быть какой ты 120 на 1080 как это как увидите какой лучше поставить опять нажимать правой кнопкой параметры экрана параметры экран видите здесь 2560 1140 рекомендуется у меня монитор 2к берете инструкцию для монитора читать какой у вас монитор и рекомендуем и ставить у кого-то будет 1920 на 1080 у него тоже 144 герца поэтому 10 ребята видите я как бы делаю для всех мониторов то здесь выбираете рекомендуемое это вот расширение смотрит 2560 на 1140 у вас вот эта панель вот он 2560 на 1140 и 144 герца здесь нажимаете не использовать настройка цветопередачи по умолчанию а использует настройки цвета от nvidia выбираем здесь наивысший 32 бит на здесь может быть 16 дальше выходная цветовая гамма выбирать rbb выход динамический диапазон и выбираем полный и здесь может быть у кого как у кого 8 у кого 10 вот у меня 10 это битность цвета опять же где это действие 8 нажимать правой кнопкой параметры экрана вот смотрите дополнительные параметры вот видите разрядность 10 бит у вас уже будет при 144 герц когда вы включите у кого-то будет 8 у кого-то 10 если у меня монитор 10 бит опять же можно почитать это где в где вы покупали прям в днс и тиринге неважно вы где-то покупали то написано разрядность то есть у вас разрядность 10 бит при 144 герц у вас здесь если у вас разрядность 8 бит при 144 герц у вас будет 8 бит то здесь может быть не 10 а 8 смотрите у себя у своего монитора здесь будет не 2к например 1180 на 1080 вот увидели этот параметр у кого 8 у кого 10 у меня 10 нажимаем 10 все здесь мы с вами посмотрели настроили дальше настройка g-sync функция ну нажали применить применить функция настройки функции g-sync у меня есть отдельный урок в обучающего урок по youtube и обучающие уроки называется у меня плейлист можете посмотреть как подключать функцию g-sync к монитору у которого есть функция фрусинкс нажали функцию g-sync включили здесь g-sync поддержка g-sync включить его в полноэкранном режиме обязательно включать полным экранном режиме дальше переходим функцию управления параметром 3d у вас появляются глобальные параметры здесь у вас появляется технология монитора поддержка g-sync включаем вот здесь внизу вправо вас будут применить дальше что еще здесь здесь смотрите подпочтительная частота обновления высшее доступное выбираем и режим низкой задержки ну в зависимости от вашего монитора можно можно выключить можно включить можно ульта ну вот я включил я включил поиграйте с этим параметром можете отключить можете включить ульта как у вас будет вести сам монитор потому что эта функция повлияет на следующий параметр значит я в ссылке вам оставлю описание на следующий параметр это будет nvidia инспектор профи инспектор значит вы когда зайдете по ссылке в описании у вас появится техноповар вот такая функция и в твите nvidia инспектор вот такая функция скачать на видео здесь появится видите различные вот эти вот этот вот этот заголовок меняется в зависимости от этого ну я вот выбрал вот где американский флаг можете вот это можете вот это может это без разницы выбираете вот это американский флаг нажимаете скачать у вас появляется вот такой вот nvidia инспектор 1 978 может быть он уже будет более новее нажимать по правой кнопкой 1 1 распаковать его после распаковки у вас появляется вот такой nvidia perfect inspector нажимаете правой кнопкой запуск от имени администратора давайте вместе с вами запуск от имени администратора он у вас вот видите зелененького нос прокачивается 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 вот и у меня вам нам у нас интересуются пункт фрейм ретал лимит от вот у меня 143 3 fps на него нажимаем на него вот нажимаем здесь стрелочка а почему выбран этот пункт вот здесь вот нету цельного так сказать 144 герц то 43 если у вас функция функция вот это где у вас в панели настройки управление дисплея вот здесь управление вот этот режим низкой задержки включен режим низкой задержки включен то я вам рекомендую вот в этой функции поставить 144 герца если вы его выключили вот он выключен будет вас выключен то здесь надо добавить 10 ну как бы это буфер ну грубо говоря возможно дисплей с по 10 fps как буфер и вы когда вы нажимаете вот сюда здесь надо прибавить 10 это будет 153 3 вот где-то 153 и 6 вот стать 153 6 если если у вас параметр выключен если он включен вот я в данном случае оставил включенный он у меня включен режим низкой задержки и здесь я использую 144 герца сам монитор и теперь у вас сам монитор будет четко четко поддерживать 144 герца так сказать все теперь нажимаем apple сохранить он у вас сохраняется и можно забыть про эту программку но после того как вы обновляете драйвера после обновления драйверов нужно зайти сюда чтобы у вас эта функция не слетела вот это настройка настройка то есть обновили драйвера зашли сюда посмотрели не слетела функция все есть еще один какой параметр калибровка монитора но калибровка монитора заходим пуск параметры заходим в вот в главный параметр давайте выключим его пуск настройки вот у вас главный параметр здесь набираем калибровка монитора вот калибровка цвета монитора нажимаем калибровка цвета монитора у вас появляется такая панелька внизу нажимаете далее вот здесь вот можешь почитать но опять же не для всех мониторов смотрите вот именно у меня я вот нажимая далее вот смотрите если у вас выпадает такая окошечко для монитора установить цветовый палитр с широким широкой палитры мастер калибровки цветов экран создать цветовый палитр со стандартной палитры который может не совместить с вашим параметр экрана может привести к искажению цветов вы хотите продолжить если вот такая надпись то то есть у вас полная широкая палитра то нажимаете нет то есть дальше у вас видите стандартная у кого то нет не будет такой надписи если у вас не будет такой надпись что вы просто дальше продолжаете и И так как здесь монитор, ну, там небольшие параметры будут, то есть пройдите их сами и посмотрите, как настроить калибровку данного цвета. То есть, видите, для разных мониторов будет по-разному. Я, вы хотите продолжить, я говорю нет. Вот, и там будет несколько параметров, которые вы можете настроить, последовательно нажав и прочитав, как откалибровать ваш монитор, если у вас вот такой надпись не будет. Если у вас такая надпись, то нажимайте нет. И так как у вас уже более широкая палитра настроена, то не настраивайте калибровку цвета. Нажимаете закрыть. Все. Вот такие способы калибровки изображения и настройки 144 Гц монитора я вам показал. Здесь, кстати, вот здесь можно еще поиграть с этими параметрами. Вот здесь в настройках управление параметром 3D. То есть, в зависимости от вашего монитора, может быть, у вас одна или другая функция будет. Но вот это самые оптимальные настройки для всех, всех мониторов 144 Гц. То есть, самая оптимальная настройка, как настроить монитор на 144 Гц. Вот здесь вы, естественно, в зависимости от функции, сами подбираете. Можете включить, можете отключить. Ну и здесь, внизу можно почитать, что эта функция позволяет устанавливать предпочтительно для уровня производительности видеоплаты, режим во время работы приложения 3D. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если было вам полезно это видео. «Как настроить монитор 144 Гц». Если вы купили монитор, используйте данные настройки, такие общие для всех мониторов, которые есть в 144 Гц. Спасибо, оставайтесь с нами, будьте здоровы! Спасибо. 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 Спасибо.